Одной из основных целей Всероссийского фестиваля конкурса «Туристический сувенир» является развитие рынка отечественной туристской сувенирной продукции. Мастера из Мордовии в конкурсе участвуют не первый год. Талантов республики много, а главное – есть где разгуляться фантазии и творчеству. Чего только стоит традиционная мордовская вышивка. Конкурс – прекрасная возможность показать себя и поделиться опытом с другими участниками. Финал окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» состоялся в Перми. Всего было заявлено 595 изделий из 12 регионов Приволжья. В финале было представлено порядка 350 изделий. Жюри высоко оценило работы мордовских мастеров и, как итог, три первых и одно третье место в финале. По приезду на родину мастерицы поделились с нами своими впечатлениями. В этом году я решила поучаствовать с работами из два отеля. Это два новогодние игрушки по картинам нашего художника Федора Васильевича Сычкова. То есть костюмы взяты полностью с его картин, образы. Это мордовские детвора и растворяющие детвору того времени. Все работы уникальны и не похожи на предыдущие. В этом году мастера постарались предоставить не просто красивые, но и практичные сувениры, которые точно найдут применение в быту. К примеру, работа Татьяны Никишаниной «Штоф-пенал». Это для бутылочки для маленькой, нашего производителя, Саранского ликер-водочного завода. И сюда же можно, как для детей, потом использовать в качестве пенала. То есть в школу можно носить, дома использовать. И специальный пригласительный билет был для такого изделия, как колокольчик. Пока по месту непонятно, что с ним, но в конкурсе по всероссийскому он будет участвовать, тоже конкурировать с остальными сувенирами. Ручная работа – кропотливый труд. Разработка идеи и реализация исполнения одного сувенира может занимать как один день, так и месяц напряженных поисков и кропотливого труда. Работа над ними проводилась долго, где-то, наверное, в течение месяца. Мы разрабатывали узор мордовский, прошивали. Это вообще все ручная работа полностью. По бокам использована была декоративная лента. Ну, вообще сшита из махровой ткан. Окружной этап пройден. Теперь же обладатели призовых мест будут участвовать в финальном этапе всероссийского конкурса «Туристический сувенир-2021», который состоится в декабре в Саранске. Ирина Суконкина, Владимир Надькин, Народные новости.